А ну почти! Голубая мечеть – крупнейшее религиозное сооружение в Стамбуле. Мечеть Султан Ахмед, так официально называется Голубая мечеть, открыта ежедневно в летний сезон с 9 до 21 часа, зимой с 9 до 19 часов. На время совершения намаза мечеть закрывают для туристов. Намаз длится около 20 минут, начинается приблизительно пол первого и пол четвертого. В пятницу в мечети сразу после полудня совершается сборная молитва, что затрудняет посещение мечети туристами. При входе в мечеть обувь придется снять, но дискомфорта это не вызовет. Вступать по мягким коврам, обработанным специальным антисептическим раствором с лимонным запахом, очень приятно. 19-летний султан Ахмед I, большой ревнитель благочестия, задумал построить мечеть во всем превосходящее творение христиан – собор Святой Софии. В сообщнике он выбрал не менее честолюбивого архитектора. Мехмед Ага мечтал превзойти своего учителя – знаменитого османского архитектора Мемара Синана. В январе 1609 года, в один из прекрасных солнечных дней, султан лично начал строительные работы с помощью специальной золотой лопатки. Сегодня она хранится в музее Топкапы. Материал для мечети свозили со всех концов империи. Черный мрамор везли из Дамаска, зеленый – с Аравийского полуострова, красный – из Восточной Анатолии. Главный купол мечети, возвышающийся над почти квадратным молитвенным залом – одно из достижений инженерной мысли своего времени. Диаметр купола голубой мечети – 23,5 метра. Он располагается на высоте 43 метров от пола. Купол поддерживают массивные колонны диаметром до 5 метров. Зал мечети освещает 260 окон, многие из которых были украшены витражами. Первоначально в голубой мечети использовалось исключительно венецианское стекло, однако до сегодняшнего дня оно почти не сохранилось. Для внутренней отделки мечети в мастерских города Изник было изготовлено более 20 тысяч изразцов с изображениями стилизованных цветов, экзотических растений и деревьев. Для того, чтобы обеспечить такой объем производства, мастерским в период строительства было запрещено продавать изразцы частным лицам и в другие страны. Мечеть была построена всего за 7 лет, но недолго султан любовался ее великолепием. Через год после окончания строительства, в возрасте 27 лет, он умер от тифа. Субтитры создавал DimaTorzok